Здравствуй, дорогой понедельничный зритель! В эфире вечернее шоу «Вятка Тудэй» в студии Роман Корнеев. И вот что сегодня мы для вас приготовили в этот тяжелый для всех день. Вот что сегодня будет у нас в эфире. Самые интересные сегодняшние новости с самыми актуальными шутками. Кировчанам предлагают провести час без света и целую весну без дорог. Играй, гармонь, звенечистушка! Оксана Стяшкина прикоснулась к этому чарующему празднику. Говорят, гармония в моде, в моде электроника! Не отшались, живет в народе русская гармоника! Кировские бабушки ответили на вопросы о правилах дорожного движения. Вот ваш ключ, ищите-ка его! И гости вечернего шоу «Культовая панк-группа FPG». Ну а начнем программу традиционно с новостей, которые Саша нашел в интернете, придумал к ним веселые шуточки, встал около белой кирпичной стены и рассказывает вам. Кстати, и рубрика с очень длинным названием. Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Саша расскажет стоя на белом кирпичном фоне. С места в карьер начнем с самого настоящего результата журналистского расследования. Новость с пометкой «Срочно в номер!» Breaking news! Ого-го, ничего себе! Новость действительно шокирует, поэтому если стоите, сядьте. Готовы? В Кирове ожидается нашествие инопланетян. А нет, не это. На Комсомольской заделают ям... А нет, тоже не это. А вот, в Кирове с каждым днем будет становиться теплее. Ух, мурашки по телу. Умеют же кировские СМИ шокировать. Следующая новость. Сотрудники Амутнинской колонии стали чемпионами мира по силовому жонглированию гирями. Ну, получили золотые медали за то, что брали гири и ими вертухали. Еще один заголовок. Кировчанам предлагают провести час без света. Новость кажется незаконченной. Лучше так. Кировчанам предлагают провести час без света и целую весну без дорог. Предложение, от которого нельзя отказаться. Это были новости. Ну, а сейчас, дорогой зритель, самое время погрузиться туда, куда мы еще не погружались. В атмосферу панка. Поскольку у нас в гостях сегодня культовая, для тех, кто любит это направление музыки, группа FPG. Итак, Дмитрий Селезнев и Антон Павлов. Здрасте. Итак, группе 24 года, у группы масса хитов и поэтому логичный первый вопрос. Какова механика написания песен? Как песня пишется от пункта А до пункта Д? Дим Мастый приносит какую-то музыку. Я спрашиваю, Дим, о чем эта песня? Говорит, ну, например, об этом. Я дай пару слов. И вот, ну, это как бы идеальный. А из пары слов уже можно соткать полотно. Самая быстрая песня. Самая быстрая, на 20 минут. Это какая? *** Это название? Да. Самая вымученная песня. Песня «Свобода». Сколько ее приходилось делать? От написания припева, который в одну строчку, в одно слово помещается, до финального стихообразования песни прошло около трех лет. За какую песню стыдно сейчас? Из тех, что вышли. Да нет, Антону ни за какую не стыдно. Мне музыкально, может быть, там стыдно за какие-то вещи технические просто. Ну, за все старые. Потому что сейчас бы можно было сыграть по-другому. Но я не сторонник переписывать песни. Поэтому я уж если записал, то считаю, что так она и должна оставаться. Сергей Шнуров не так давно вел программу на Первом канале про любовь. Согласились ли бы вы вести какую-нибудь программу на Первом канале? И за сколько бы согласились вести что-нибудь эдакое? Вопрос некорректный. Говорить, что за программа и сколько? Окей, вместо Ларисы Гузеевой сидеть. Давай поженимся. Нормального человека никакая хуйня не испортит. Если это будет совершенно идиотская программа, то это как раз место для панк-рока. Вообще телевидение наше сегодняшнее, ну или как все это, весь социум, то это по большому счету абсурд. Просто хуйный абсурд. И где не хватает как раз искренних, открытых людей, которые бы сказали, что король-то голый. По сути, панк-рок это попытка высказаться на тему, что король-то голый. Да, это не попытка, а это констатация факта, на который очень многие люди почему-то закроют глаза. Но я всегда буду честен, а право правды бескрыто же лучше. Если мы будем вместе, нам никогда не будет скучно. Это я тебе обещаю. Ну а сейчас самое время прерваться и разбавить тяжелую музыку более легкими мелодиями, поскольку в нашем городе состоялось мероприятие, посвященное игре на гармошке. Оксана Стяжкина отправилась и там даже потанцевала как следует. Говоря в гармонии в моде, в моде электроника, не отшались, живет в народе русская гармоника. У-у-у! Мы на празднике! Играя гармонь, зведи частушка! То есть вы, я так понимаю, вы звезда? Областная? Звезда, ну... Какой-то у вас райдер. Как отмахиваетесь от поклонниц? Ну, поклонниц нет. А вы откуда, рассказывайте, приехали? Поселок Мирный. Вот растопите мое женское сердце. И прощально звучит электрички гудок. Много ли женских сердец в гармонию разбили? Было дело. Так, ну-ка, давайте поподробнее. Нет, об этом прессов молчу. У нас мужской ансамбль, три опотеха Меня возьмете? Да, конечно, возьмем Жених свободный Вы? Ой, ну-ка, давайте, рассказывайте про своего жениха Можно играть не только на нервах, но и на балалайке Вы же соперники, вы должны подраться Нет Не могу открыться, слов я не найду Вот мне жениха предлагают, как оцениваете? Что, нормально? Нормально? Брать Жених, я, любовник Вот вы какие гармонисты-то все На вечеринках везде концерты, гармошечка веселей Я приду грустно, у меня сразу же хоп, и все Даже писать захочется И что ж вы, девушки, не пляшете, пришли вы не сидеть И если матюшке не нравится, красивый ул снег Ух! Тебя почему потянуло в русское народное? Меня потянуло, потому что там солисты всякие Выступать всякие в городах ездить Есть ли такое, если не выиграл, допустим, призовое место, потом подрались где-нибудь, сходили? Не знаю, бывает Не бывает драка, чуть-чуть, а потом уже все Ты, Егор, не пей водичка, лучше пей холодный глаз Под силой небольшой, девки хитрые у нас Посмотрела на талантливых музыкантов Оксана Стяжкина, специально для программы «Вятка Тудэй»! Ура! Ну а мы возвращаемся в студию, в гостях у нас сегодня панк-группа FPG Как вообще вы сами себе объясняете популярность вашей группы? Я скажу только такую вещь, то что я почему здесь в этой группе играю? Потому что я вижу искренность, честность и талант И хочу быть к этому причастен Абсолютно согласен А этого я очень редко вижу где-то в других коллективах А здесь я вижу это сплошь и рядом В Нижнем есть шикарная улица Покровская Которая является аналогом московской улицы Любой пешеходной центральной улицы В Кирове у нас есть такая улица, но она нифига не аналог А вот в Нижнем там люди играют на улице На музыкальных инструментах Было ли у вас такое? Я играл, да В детстве мы, ну это было не с коробкой и с под телевизором Мы играли ради нарушения порядка Я ради бутылки вина играл в голове Хотелось бы задать вопрос про гонорары идиотские Ну, кстати, я тоже играл, это первый мой был, правда, это было в Санкт-Петербурге И мы заработали две пачки Союза Аполлона Ребят, когда последний раз кто из вас дрался? Дрался Я на свой день рождения дрался два года назад последний раз Это подарок был? Нет, это... Часть приятелей пошла за нехватающим вином в магазин На обратном пути они решили восстановить порядок Порядок, потому что там два молодых человека неправильно припарковались И вели себя недостойно граждан Нижнего Новгорода И потом оказалось, что они спортсмены, и это было все спровоцировано А, скажем так, вы не особенно победили? Мы были пострадавшей частью, да Как у вас отношение возимодействия с алкоголем? Ну что, панки, рокеры... На ты Мы старые друзья, но редко видимся За сколько вы сыграете на корпоративе? Мы не играем на корпоративе Не было такого ни разу 500 тысяч рублей Ну то есть звонят вам завтра из Газпрома, говорят Слушайте, у нас топ-менеджер прям прется от FPG И мы хотим, чтобы вы у нас сыграли Звоните, обсудим Номер телефона Димастера Останется тайной, поскольку 20 лет на корпоратах не играли Нечего и начинать Ну а мы сейчас перейдем к сюжету Оксаны Стяжкиной Где она вместе с бабушками-пенсионерками Проверялась на знание правил дорожного движения С помощью сотрудников ГИБДД Сложно? Да не очень Сегодня утром произошло ДТП Водитель совершил наезд на пешехода Вкрылся с места ДТП И далее поступил звонок от ДТП в дежурную часть Нет, не пугайтесь, никакого наезда на пешехода на самом деле не было Такую историю и групп придумали сотрудники ГИБДД специально для старшего поколения Которые собрались показать свои знания правил дорожного движения и весело провести время Суть этого квеста состоит в том, чтобы найти свидетелей, которые видели то самое ДТП Получить от них информацию и найти преступника У первого свидетеля нужно было разузнать марку автомобиля Первую подсказку получили, теперь задача получить информацию от второго свидетеля велосипедиста Но прежде всего нужно правильно ответить на вопрос Правильно я сделал, я когда переведел пешеходный, я встал на велосипед, сел и поехал Неправильно В поводу Их переводят Их переводят Да, напишут Я даю вам подсказку Машина была серебряного цвета Тут появился еще один свидетель, у которого сохранилась запись с видеорегистратора Номер Константин 523, Анатолий Олег И теперь остался последний свидетель, бабуля, которая сначала проверила игроков на знание некоторых правил дорожного движения Какие такие безопасные места для перехода знаете? Надземные, подземные, пешеходные переходы Молодцы мои золотые А успела я приметить-то этого товарища-то? Успела 18-20 лет, худощавого телосложения, волосы-то темные Вот ваш ключ, ищите-ка его Приметы нарушителя собраны, самое время его найти Вот он стоит Вот он поймал Преступник найден, задания решены, да и бабули довольны Игра интересная очень, мне понравилось Это почаще так проводили Как надо быть, каким надо быть свидетелем, наверное, так и есть Все очень доходчиво объяснили все Марки машин выучили Да, знаем На пользу не только нам и другим перед этим Теперь ведь знаете, как дорогу переходить? Очень хорошо, каждый за себя в ответе, конечно Будете перебегать? Нет Мы перевели эту беседу в игру, где мы могли подвести итоги О знаниях правил дорожного движения как раз старшего поколения Можно сказать, что знания имеются Теперь мы знаем правила дорожного движения! Ура! Сонастяжки на специальной программе «Виатка Тудей»! Ну а мы возвращаемся в студию В гостях у нас сегодня панк-группа FPG Пишут вам, молодые ребята говорят Мы молодая рок-группа, панки Вот послушайте наш трек И порекомендуйте Бывает такое? Да, бывает Окей, пишут вам 15-летние, которые записали свой трек Отправляют вам, ребята, послушайте трек Мы бы хотели с вами сыграть Ну, я иногда слушаю Вообще у нас отбором занимается Дмитрий Аркадьевич То есть все Сидел бы здесь, я бы на него руку и показывал Нет, я хочу обратиться к ребятам, которые пишут Пишут всем и вся Вот, помогите от этого Это вопрос жизни или смерти Нет, чувак Вопрос жизни или смерти Насколько ты стараешься в своей музыке Насколько ты хочешь ее сделать Насколько ты упрям Не зависит от того Размещу я пост от твоей музыки или нет на стене Мы вот никогда с таким вопросом никому не обращались Было это пару раз Вот я Мамонову диск положил Он, наверное, его так и не взял, короче говоря И слава богу Потому что ходить и куда-то у всех просить вот так вот Это неправильно Нужно делать и самому создавать свое сообщество И рассылать Потому что хорошую музыку люди почувствуют Позиция не Если перефразировать мастера Маргариту Не Иешуа, а Воланда Ни вы кого ничего не просите, сами придут и задумываются Пока ты будешь думать, что все зависит от других Ничего не будет происходить у тебя, да? Золотые слова Думали ли вы, что будете делать, когда настанет возраст? Ну, вы постареете Панк 66 Мужчины не стареют Мужчины взрослеют И гиппопы видел? И гиппопы видел Константин Евгеньевич видел? Да Какие вопросы вообще? Ну, то есть вы планируете заниматься тем же самым Пока смерть не разлучилась Да, да Смерть на сцене Или по дороге Ну, короче Окей, плановая смерть Все люди застареют и болеют Об этом что, зачем об этом думать? Приходите на концерт Да, финальным позитивчиком Огромное спасибо, что пришли сегодня к нам И мы всегда рады, когда к нам в гости приезжаете в Пиджи Спасибо Итак, это было вечернее шоу Вятка Тудэй В гостях у нас была группа FPG В студии сегодня работал Роман Корнеев, друзья Завтра свежий выпуск И будет еще много всего интересного Ну, а сейчас пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова